Бывших студентов, коллег, здесь когда-то я первый раз защищал, не в этих стенах, это новая стена оказывается построена, а в старых стенах, я когда был косметик Яровский, когда был главный геофизик, Корсун, я защищал предзащиту как раз у них в 91 году еще. Видите, какой древний. Мне очень приятно у нас выступить на этом семинаре. У нас сейчас новый ректор, прогрессивный ректор, который хочет перестроить, чтобы наши студенты, магистранты обучались наиболее плодотворно и не котировались на рынке труда. В этом плане у нас обязал всех, не только обязал, надо было домой это делать, чтобы мы контактировали с производственными организациями, чтобы даже сейчас такое приняли решение, что даже дипломы защищаться будут на производство. Но только кто на это пойдет, потому что это же время, трата, туда-сюда, ну, мне кажется, если договорятся, то это окупится. Вы уже будете приходить на производство готовые специалисты. Не так, как сейчас очень такое плохое мнение о нашем университете. Будем стараться подчиняться законам времени. То есть, если мы не будем развиваться, то и мы можем сами остаться без работы и останемся, так сказать, на попах. Вот с этой позиции я бы хотел вам доложиться о своей научной работе, которую я выполняю уже с 87-го года, работая геологом, Сперва геофизиком, ПГК-2, Трестом МГ, бывшего здесь, потом МОРБ, Трестом МГ, Трестом МГ, и, имея опыт производства, я ушел в науку, защитил кандидатскую, прошел не магистратуру, аспирантуру, 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 защитился я в Саратове, кандидат геологических наук. У меня 90 публикаций. Я был недавно в Москве на конференции в Академии наук России, там выступил с докладом в Министерстве океанологии РАН. Я был в Австралии на конгрессе, в Австралии в 2012 году, где был делегатом в Бризбене, 2004 МГК. И каждый год, конечно, я езжу и был в Индии, в Китае, в Южной Корее, ну, естественно, в Москве, в России, без России мне пока никуда. И вот моя тема «Морзель планеты Земля и образование мира». Это мой проект в том плане, что я, занимаясь уже здесь, в Актау, в Каспийском государственном университете, я провожу научные исследования по поиску и моделированию новой энергии, которая жиждится на строении планеты Земля и образовании нефти. Здесь я занимался такими проблемами, как холодный ядерный синтез, который я предполагаю, что происходит в земной коре, в Манте, в Ядре, где планета устроена совершенно не так, как сейчас и раньше, и сейчас мысли. Я думаю, что нам надо в этом докладе, я хочу построить такую тематику, чтобы вы вспомнили, с чего начиналась вообще геология и какие проблемы, современные проблемы в геологии сейчас у нас наиболее насущны. Я иногда буду садиться, чтобы щелкнуть, ладно? История геологии. Геология относительно молодая наука, хотя ее форма уходит в легкие аптечные времена. Она выделялась из естественных знаний в качестве обстоятельства дисциплины всего лишь 200 лет назад. На современном этапе геологических знаний играет чрезвычайно важную роль в решении многих задач, остро стоящих перед человечеством, обеспечении природными ресурсами, принятии важных решений в области экономики, энергетики, геополитики, экологии и других, связанной с проблемой выживания человечества в целом. Решение научных проблем возникновения и развития нашей планеты, сравнительной планетологии, влияние ближнего и дальнего космоса на эволюцию Земли, понимание происхождения жизни на Земле. В настоящее время есть более 100 дисциплин геологического содержания. Ну, здесь начнем с того, что еще цельной геологии употреблялась с 1603 года Уилл Айгруванг, его ученики, которые продолжили это изучение. Вспомним Аристотеля, который тоже так же занимался виком Земли и изучал первые эпохи возрождения, Вискалая Котевника, который сожгли за его прогрессивные взгляды. Я вот с одной стороны думаю, сожгли, может, правильно, когда бы мы стояли, первобытной общины строя, у нас не было глобального изменения климата и так далее, но мы уже так далеко ушли, что нам надо строить свою жизнь в ракурсе самой планеты Земля, то есть самой природы, не нарушать законы природы. Леонардо да Винчи тоже изучал географию, изучал геологию. Георгий Бауэр, один из основоположных учений о русских месторождениях. Николай Стено, Бьюфон, Канн, Лаплас, они тоже были в свое время философами, которые вы изучали по философии. Они, геологи, это вообще, естественно, это философия. И из-за этого нужно начинать именно с философской точки зрения об обустройстве нашей планеты, об будущих наших задачах. Ну, об процессах эдогенных, экзогенных процессах, которые изучались Вернером и другими. СМИ приложил много в эти изучения осадочных толщ в Европе, которые потом назывались их именами геохронологической таблицей. Депозит кратеров поднятия, это модель глухого. То есть фиксические позиции, где одно опускается, другое поднимается. Ну, то есть помните, наверное, что идеи мобилизма и фиксизма, эти вот два противоборствующие теории. Здесь не отмечен Альфред Вегенер, который является первооткрывателем тектоники плит, дрейфа континентов, где он заложил первые познания в дрейфе континентов. Здесь классический период развития геозы Чарла Дарвина, то есть эволюционный процесс развития и, естественно, познания. Холл, Дэна и других. Карпинский, Павлов. Карпинского вы знаете как великого геолога. В честь него названы многие университеты. И имел очень большую популярность в свое время. Сорби, развитие петрографии, минералогии происходило, кристаллографии, Федоров, Грот. Потом первые шаги изучения глубинного строения, Голицын. Слой Голицына, слышали, да? И вот таким образом мы вспомнили основные положения. Здесь уже геоциклинальная теория переходит плавно к тектонике Пли. Тектонике Пли. Вот здесь, например, зона субдукции зонского, зоны Бениофа-Заваринского. Здесь хорошо видно, что идет поглощение до глубины 670 км. И здесь это растворяется. Потом вы дальше будете обратить внимание, что вот на этом 670 км многие, сейчас современные, геологи типа доктора наук Корановского, Лобковского, Хайна, Царство Небесное, вот как раз на этой конференции его вспоминали. Он умер в 2009 году. И вот я, Филипп, когда буду показывать, то вы тоже увидите и посмотрите. Он тоже там как раз говорил об этой 670 км. Что там происходит, вот в этом плане это интересная будет дискуссия в будущем. Вот здесь стоит показать слайды Корановского, как он понимает на современном этапе саму планету Земля. Он разложил тоже историческую зависимость, познание строения планеты Земля с 1900 года, где были такие испытания, как Олдгем, Гутенберг, поверхность Гутенберга, где впервые было выделено ядро мантия. То есть появилась сейсморазведка, так называемая сейсника. И вот как только появилась сейсника, сразу определили, что плотность Земли, она не разная. И вот таким образом, в 1909-1936 год, уже все больше и больше поверхности выделяют, так как развивается сейсморазведка, делали ядерные взрывы методом ГСЗ, глубинно-сейсмическое зондирование. И более подробно уже было расчленение. Интерпретация имела уже более конкретный вид. Это все строится на, естественно, на отражении отражающих волн и плотности породы. Но плотность породы мы-то не знаем, какая находится на глубине, там, 600-1000 ядрей и так далее. Мы не знаем, никто туда не заходил. А основная сверхглубокая скважина, это Кольская сверхглубокая скважина, которая всего пробурилась до 12226 метров. И то в России ее загубили совсем, так как не было денег, перестройки и так далее. Но сейчас возрождается и новый проех Евразии, который вместе с Казахстаном и Россией хотят заложить при Каспийской впадине и провести сейсмические работы. Но только, что плохо, технические работы они хотят сделать опять на осадочные толщи. А глубину брать не будут. Мохой, ниже, им не надо. И они считают, что осадочные толщи являются нефтематеринскими породами. Зачем дальше изучать землю? Вот что плохо. А надо изучать землю вплоть до ядра. До ядра. Вообще надо обязать и государство, и предприниматели, чтобы они думали о том, как же устроена земля, откуда же это течет, для чего это нефть нужна самой планете земля. Кто-нибудь задумывался? И вот здесь также рассматривались другие позиции. Я записал фильм специально и задал вопрос Корановскому. Ну, он, кажется, не академик. Он доктор, профессор МГУ Московского государства университета, кафедра геологии. Я ему задал такой вопрос. Вот это то, что он писал, рассказывал, здесь тоже в фильме записано. Ну, так как времени мало, мне дали всего час, мы этот фильм не сможем посмотреть. Но я оставлю вам. А вот вопрос. Скажите, ну, вот, не надо, это так. Говорите, земля, электричество есть или нет? Вот у нас есть сейчас, да. Это хорошо. А в хитре, в магии, в это... В параде же, как говорил, в параде, емкость, электричество, а вы почему-то электричество вообще не учитываете в земной Корее. Вот это... Это профессор Корановский. Температура, это же, надо перекладывать на другие уже ракурсы. А не только давление, а на электричество. Перелись встает и давление. И без электричества, я не разберусь. Что поверхность, а вообще электричество, это другое дело. Но вы понимаете, я про Амбрей. Кстати, вот в Воробейе, и в Ньютон, обратительно читал лекции. Когда он... Не знаю, я не могу сказать. А вот что сказал академик Игорь Левский на вопрос, для чего нефть нужна самой планете земля. Я ему прямо так подошел, он не ожидал наглости. Это заканчиваем заседание. Это институте аналогии Академии... Российской Академии Науки. Очень хороший зал. Ну, вас нужен кто? Молодцы. Только моего портрета еще нет. Волин Академик Дмитриев. Он меня хорошо знает. За это приветствовал. Я вам скажу, что мой вопрос. Скажите, из чего нефть нужна самой планете Земля? Ну, во-первых, планета Земля, планете... Мы учили не цивилизацию, которая на этой планете используется. Не очень цивилизация. Мы учили нефть. А на нашей планете нефть и газового волнения вообще не вышло. это нефть. На нас вы монет, а ты самая планета, для чего нефть нужна? А я не считаю, что это один из устойчивых поддержаний в том, что мы не знаем. Спасибо. Получается, что... Получается, что... Получается, что... Получается, что... Даже академики не думают о том, для чего нужна нефть. Они считают, что это разбалансировка. А мы сюда ничего не закачиваем, что мы только берем, а потом мы его сжигаем, углекислый газ, парниковый эффект, так говорят академики, и все, и глобальный Земля и клиник. Да? Так что вам, ребята, сами не надо задумываться над наукой, и что нас дальше идет. Потом, чтобы вы не говорили, куда мы едем. Да? Ну вот, мы как раз в Австралии, это команда Казахстана, я, правда, сам делился от Есеновского университета, и там тоже мы говорили, что... И вот этот проект как раз делали люди товарищи. Это Булат Ужекенов, и его команда. Теперь я перейду к своей модели. К своей модели, как я понимаю планету Земля. Вот я не стал увлекаться происхождением планеты, образованием планеты, только, так сказать, могу зайти в такой ракурс, что большой взрыв, я признаю, но только большой взрыв не за счет столкновения, так сказать, темной материи и так далее, которые хотят получить в коллайдере, в большой адронный коллайдер, где хотят частицы столкнуть и получить большой взрыв. Я считаю, что все-таки там не разгонялись эти нейтроны, протоны и так далее. Они все равно как-то в одну сторону выкрутились бы, как они встретились бы и взорвались. Я думаю, что это электрический разряд, скорее всего, электрический взрыв. И вот здесь, если представить, что этот электрический взрыв, это газопылевая туманность, который и сейчас наблюдается, телескопы наблюдают за космосом, там видно, что вращение идет. И здесь вот это вращение остается и в самой, в самом зарождении по этой Земле, когда она начинала образовываться. То есть это газопылевое углако, это тоже самое, даже самая плазма, которую можно назвать даже типа шаровой молнией, или вообще молнией, плазма, которая сейчас изучается, и плазма на Солнце, и плазма, так сказать, в планетах, которая может говорить о большой энергии, но только холодного типа. Это голд фьюжн, холодный синтез. И вот я думаю, что вот этот холодный ядерный синтез, который открыли физики еще в Курчатовой, в ядерном институте имени Курчатова, такой был Олег Викторович, в Рудской, где происходили превращения, например, сфиньца, получались золото из стали, титан и так далее. В общем, я стал изучать эти явления, и пришлось мне ездить на конференции по холодному ядерному синтезу, в Италию ездил на 13-ю конференцию, потом было в Москве конференция международная, в Индии, в Северной Корее. И там все говорят о новой энергии. О новой энергии на основании холодного ядерного синтеза. Но академики не признают холодный ядерный синтез. А здесь вот с геологической точки зрения, если у нас зоны субдукции есть, зоны субдукции. Вот они, субдукции. Вот зоны субдукции. Это с позиции петоники плейки, а не дрейки континент. Вот они, зоны субдукции. Вот. Это сочленение Кряжа-Карпинского и Астраханского свода, где видно поглощение моха 11 секунд, где-то вот моха 1, а вот моха 2. Значит, одна моха ныряет по-другому. И вот этот механизм зарожден с момента образования планеты Земля. Это идет как круговорот воды в природе. Постоянно преобразуются горные породы. Это зоны субдукции. и через зоны спрейдинга, зоны спрейдинга, вот они они, зоны спрейдинга, сок называются, да, они выходят и заполняют трещины, растяжение они с коры, это черные курильщики, видели вы, на 9 километрах, да, черные курильщики, Марианская спрейдинга, где такие рыбы от давления, которые, глаза выпученные и так далее. Но там есть кислород, значит, кислород может как-то в том случае быть, если какой-то идет синтез. И вот этот синтез может происходить как раз на уровне Gold Fusion, потому что если бы был горячий термояд, то это была радиоактивность и так далее, которая бы наблюдалась бы даже на поверхности на земной коре, в земной коре. Но этого не происходит. И вот познание строения планеты Земля нам даст очень большие так сказать открытие сделать, которое позволит нам, если мы построим эту модель планеты Земля, если мы ее построим, то это будет механизм новой энергии. Механизм новой энергии. А вот я как геолог считаю, что вот именно на этом основании то, что в ядре мани, в ядре самой планеты Земля вращается, идет вращение вот этой плазмы типа шарового мозга. Это вращение и приводит к вращению к дрейфу континентов. К дрейфу континентов. Сейчас тектоника плит, идеи мобилизма стали в тупик из-за того, что они признавали астеносферу, астеносферу, которая жидкая, и на ней плавают эти континенты. Вот эта магия, короче, жиденькая, и она плавна. А если взять вращение вот этого ядра, это вращение ядра получили шаровые молнии со скоростью 20-40 метров в секунду, если это скорость 20-40 метров в секунду, этой шаровой молнии, то уже на поверхности мы наблюдаем дрейф континентов от 2 до 16 сантиметров в год. И вот эти как раз движения и приводят к трению пластин, геосферы. Вот если вы потрете там платье, так вы получите электричество, да? И вот Фаратея откуда взял это электричество? Он предполагал, правда, что это но если вот такой принцип взять, то это будет динамо-машина. Динамо-машина. И вот вращение этой шаровой молнии передается в вышележащую мантию, нижнюю, верхнюю, астеносферу, летосферу и земную коробку. И мы наблюдаем эти движения и здесь на Ман-Вишлаке. Если взять, например, Каратал, видно, что как с юга на север идет плавно-плавно, а потом раз, обрыв. Это как пески сыпучие, барханы, ползут-ползут, ветер, сила, так, тык. Вот отсюда надо исходить, что вот эти движения в земной коре они горизонтального типа, не вертикального, а горизонтального. Но если вертикально, если разойдется, то пластина разойдется, пласт разойдется, раз, будет вертикальное нарушение. Правильно? Будь Карст, будь коллектор и так далее. И вот на основании вот этого трения, вращения, передающихся поверхности также и образуются коллектора. Коллектора. Если принять, если принять, например, коллектора, которые выходят на таушики, угольные пласты, да, угольные пласты, и представить, что этот уголь получился из нефти за счет электричества, то вы представьте, просмойки 20 см, получились это самое, то как они получились? Они получились как базальные пачки. За счет чего? Потому что трется, трутся, обось медведей, песню слышали, да? Трется, получается пыль, которая выносится пластовыми водами и переносится. Остается галька там, вулканическая твердая пара, которая не распаряется в воде. Остальные выносятся и заполняют уже другие, образуя вторичные образования типа рут, железных рут, и в том плане и также и нефти. Потому что образование нефти, оно связано как раз в динамике самой планеты Земля. В динамике. То есть они неразрывно связаны. Это часть механизма самой планеты Земля. Она так устроена, что если она нет, как раз в зонах субдукции, которая поглощается на глубину до 700-800, а я считаю и глубже, вот этот как раз я вам говорил, обратите внимание, на 740 или 650 километров. Здесь как раз вот эти сейсма строки, сейсма томоградия показывает вот эту глубину. Видите? Она выходит, вымывается, и если вы представьте, что это плита, океаническая плита, ныряет под континентальную плиту, имея большое количество органического вещества, и эта органика вся затаскивается в мантию, но если там будет в мантии ядерный синтез, где миллионы градусов, то это органика сейчас горит, да? Значит, надо говорить о том, что синтез там не ядерный, а холодный. Fusion cold, cold fusion. И вот здесь с этой стороны как раз вот это физическое явление и подходит к моей модели строения и здесь можно сказать так, что электричество оно везде просматривается и особенно в образовании нефти. Если органика поглощается зоны субдукции и если взять давление, температуру, сделать крекинг лабораторным путем, искусственным путем получали этот то есть опыты делали искусственную нефть, но нефть это не была природной, она не была похожа на природную. Из-за чего? Значит здесь должен будет присутствовать другой еще фактор. И я считаю, что этот фактор является электричество. За счет электрического разряда получается плазма типа шаровой молнии и таким образом органика преобразуется в нефть, а не органика в воду. А воды, как вы знаете, намного больше, чем нефть. Значит, как раз это все в логику эту вписывается. и вот какие факторы повлияли именно на определение таких постулатов с электричеством. Почему-то Фарадея, я тоже в школе проходил когда-то, но Фарадея, никто не вспоминает идиом. Надо Фарадея вспомнить. И здесь как раз я прихожу к той мысли, что если планета Земля считать как конкреция, конкреционная модель планеты шар в шаре, как матрешка в матрешке, да, то там давления так называемых пласта на пласт и до ядра нету. Ну, представьте, шар, он же давит, он не продавит никак. Смысл, поняли? И здесь, если подходить дальше, то планета, она, как сказать, сухая, то есть холодная, холодная, не горячая, сухая. И вот на основании вот этого электричества и образуются вот эти вулканы. Вот видите, здесь завихрение идет? Это как вращение молнии. Вращение молнии. Там дальше это все. Или торнадо. Торнадо сейчас появилось на этом, на Кашагане. Фильм сняли мои студенты, которые учились, меня видели. вот как раз к этому и надо подойти еще с другой стороны, что земная кора это природный электроконденсатор. Это представьте, шар, шар, это как раз конденсатор, и нефть, и вода, и дистилляр, и газ, они как бы бывают, и диэлектрики, и так далее. То есть это природный электроэлектрикатор. Но в то же время он является и радиатором. Радиатором для миграции нефти от зонсубдукции и туда. А для чего эта миграция нужна? Для охлаждения ядерно-плазмных реакций и трения для охлаждения. И даже для скольжения, можно так сказать. Это даже нефть, чтобы скользили оси хорошо и нас не трясло. А сейчас в данный момент вы как знаете на 500% увеличились сильные землетрясения. Катаклизмы налицо, глобальные изменения климата налицо, когда в феврале такая погода нам пришла. Так что нужно считать, что плавитель земли это такое универсальное природное изобретение, которое мы должны познать. Если мы не познаем, то нам будет плохо, мы на ней не утерпим. И с этой позиции можно сказать, что образование торнадо связывается с тем, что нарушается плотность этого флюида, раствора в земной коре, ну как в аккумуляторе доливаешь воду, дистилланд и так далее, долили-долили, а потом он уже не может работать. Правильно же? Портится. И здесь то же самое. Или как радиатор. Если с радиатора сливать воду, что будет с машиной? И здесь тот же самый процесс. А мы берем миллионы, миллиарды кубов газа, миллионы, миллиарды тонн внефть. В общем, в этом плане нужно более конкретно и думать о новой мире. Вот здесь как раз вот этот у меня снимок есть, я привез с Москвы. Это прикаспийская впадина. Вот здесь хотят строить глубокую, сверхглубокую скважину и от нее во все стороны Казахстана и России сесть во просьбе. И на нашем Англишлаге как раз захнули. Видите? Вот Каспийское море. Видно, да, ребят? А то я думаю, может и... И здесь вот этот профиль у нас есть, это 42-й профиль, помните, да, глубина от табуруны туда-дальше, да, но он на 5 секунд, а тогда 20-30 секунд, чтобы видно были вот эти зоны субдукции. Зоны субдукции. Вот здесь как раз разрез никакие преступления и вот эти 15 километров хотят заложить скважину. Ну, я могу сразу про прохно знать, что в центре впадины никогда не будет нефти. Это уже бурили Черная Падина, Лукоил, две свадины пробурили около Саратов. И Северный Бор вообще был сухой. Почему? Потому что там нет субдукции. Там идет расформный тренинг, а со стороны и отсюда с юга идут зоны субдукции. Там у меня карта дальше есть, я вам покажу. И вот главное моим доказательство здесь я нашел на Мангришлаге со своими студентами в 2004 году это шаровые конкреции. Вот эти шаровые конкреции как раз и образовались за счет молний под землей. Шаровых молний, линейных молний. Девчонки знают все эти шаровые конкреции наверное, да? Студент наверное. И я просто может природа подсказывает нам дала чтобы мы поняли что это самое как делать. Вот эти шаровые конкреции образовались в апских ксидоманских пластах нашего Мангришлага то есть там где мы добываем нефть воду газ и так далее. То есть если взять разрез какой-нибудь взять этого месторождения видно нефть пласт нефть пласт нефть пласт это же и есть электроконденсат две пластины и прослойка диэлектрика это называется электроконденсат и вот этот электроконденсат как раз и происходит там в разряда который получает вот эти молнии типа шаровых молнии здесь дальше изучая эти шаровые конкреции вот они такого типа наверное кто-нибудь видел ездил да это вот это шаровые конкреции здесь линейные цилиндрические конкреции цилиндрические конкреции которые тянутся от шаира от дороги на колонка на колонка в сторону шетпэ по 5-6 рядов они выходят и они содержат большое количество железа вот такого типа мы со студентами как раз проходили это старшая группа вот проходит здесь циркала и дальше туда и вот самое интересное что некоторые шаровые конкреции они пустотелы пустотелы это вот волгоградская конкреция где пустотелы видите и там говорят органик наблюдалось органик химический состав я с волгоградцами связывался но что-то они сейчас тоже засекретили все не дают данных а мы не можем здесь свои данные у нас нет спектрального анализа геохимического анализа сделать не можем мне на маеке помогали и так далее то есть значит конкреции бывают разные где-то пусто где-то густо и так далее и планеты у нас разные Венера тоже они разные все в зависимости от этого обстоятельства они имеют на них жизнь имеют атмосферу и так далее и вот здесь можно так сказать что если мы здесь наблюдаем такие полости то если представить что планета земля и там находится ядро состоящее из плазмы которая вращается уже 4,5 миллиона лет миллиарда лет то когда она погибнет планету то там она будет пустоте вот эти наверное планеты которые которые потом превращаются в метеориты кометы и так далее в мусор который планеты разрушаются ну это процесс эволюции никуда не денешь ничего когда-то планета погибнет и так далее но познать строение планеты нас может привести к тому что мы можем найти новую энергию планеты это же считай как НЛО как летающая тарелка правильно же но только зацикленная в космическом пространстве подчиняется законам Солнца вселенной тяготении гравитации и так далее а если мы будем управлять этой энергией мы же получим новую энергию правильно же смысл понимаете и вот здесь как раз такие есть летающие тарелки Женгилды в районе Женгилды тоже тарелчатые конкретные здесь вот конкретные смотрите одна сфера вторая третья матрешка видите и так без химического анализа ясно что добавлен а как шар могла образоваться и вот я начал делать опыты так что скоро конкретные станут как бы символом Мангистау все туристы поедут сюда и эти конкретные включаются везде во всем мире есть но как раз можно их связывать всегда с нефтегазоножностью с нефтегазоножностью ну это плохо конечно и вот здесь я начал делать испытания которые делал магнитное поле земли со статора подавал сюда 380 вольт 380 вольт и закручивал жидкость в реакторе жидкость в реакторе вот этот реактор где он заливал нефть то есть пластовые условия создавал и создавал вот такие молнии там там внутри не видно вот эти молнии видите закручиваются правильно кручение идет и вот это кручение под землей приводит к образованию этих сыровых конкретств и вот надо как раз найти такой оптимальный вариант пластовый геологический природный вариант при которых образуются эти молнии и тогда вот мы получим новую мы обращение молнии как раз дает ЭДС на обмор штата это получится генератор я его назвал торсен то есть это сама модель планеты земля вот делали эти сыровые молнии в Санкт-Петербурге в Москве я ребятам сколько раз говорил за шаровой молнии давайте мы сделаем в пластовых условиях давайте а у меня нет оборудования мощного конденсатора который бы накапливали и давали 50 кДжоуль надо взрыв 50 кДжоуль это не получается вот это торнадо на Кашагане наша студентка это вот я член общества холодного ядерного синтеза который находится в Лондоне и мы занимаемся вплотную снимку ну и вот эти исследования я провожу сейчас и думаю что я получил вот этот снимок получил вот этот результат из асфальтно-смористых веществ из нефти получился вот этот шаг вот эта конкреция ну естественно в геологическом времени нужно температуру, давление создавать условия создавать там надо стрелять не один день не два, не три а месяцами может быть может годами не знаю ну то есть создать условия при которых получаются эти шаровые данные ребята по интернету вот смотрят мои идеи тоже притворяют жизнь мы за счет электроразрыва из соды пищевой соды получили нефть запах был туда-сюда за счет разряда электрического и это уже в интернете получение нефти из электричества уже много статей и много различных но все все вот я им этим же физикам даю информацию давайте вот так сделаем тем же москвичам тем же корейцам китайцам они все берут а назад ничего не дают надо вместе делать они думают что они отдельно что-то прям совершат и так далее вот правильно этот который американские выдавали все должны все сливаться в интернет и таким образом все должны знать ну в геологию я не стал даваться это думаю следующий доклад будет когда-нибудь вы можете пригласить если понравится и вот здесь я говорил что уголь образуется из нефти и вот сами посмотрите вот эти как раз структуры они тоже как и наши нефтяные структуры как и нефтяные то есть много схожего и так далее и самое интересное что полигнологический анализ нефтей мангышлака споры пыльца палеозойского возраста и в углях тоже споры пыльца палеозойского возраста это тоже говорит о том что о единстве этих минералов ну на этом я заканчиваю если у вас есть вопросы давайте, ребята, задавайте я вам отвечу я вам отвечу и еще можно когда-нибудь конечно интернет там открыть я жду тогда задать вопросы сколько по времени ему в току да сколько 15 минут 15 минут есть 15 минут как раз давайте вопросы или я интернет могу открыть такие темы как образование нефти я в тот раз включил и она сразу улетела вот, я рассказал, улетел вот так вот ну давайте, ребята, задайте вопросы давайте, давайте сейчас я потом открою интернет на польском полосе были глубокие самые глубокие складки я показываю да, да, вот оно как-то изменило геологическое ну, как бы представление вы можете рассказать про это там закладывали балтийский щит и считали, что поверхность махаруича там проходит на 7 км то есть отраженная волна и они считали, что это элитологическое стратеграфическое там, например граниты а потом базальты пошли дальше океаническое дно и так далее но оказалось, что нету гранитов и базальты дальше идут а это отраженная волна она за счет тектоники горизонтальной эффект жирнового о чем я вам говорил и вот этот все отражающие горизонты и нам пришла и везде это процесс трения это тектонический процесс это результат тектонических движений базальных пачек и так далее и лекарств разъединения например тенгиз взяли он раз пласт ну когда движения идут двигаются одна тормознулась другая оторвалась карст получился вот так пещеру в четвертом микроволе внизу смотрели то на практике там тоже она раздвинулась прям раздвинулась четко видать что не за счет выщелачивания там это происходит размывания морской водой и так далее а за счет тектоники ну естественно там волна тоже вода тоже влияет химия влияет и таким образом они перевернули кольская сверхглубокая сразу перевернула всю геологию ну и до сих пор она перевернута в виде мы еще не подошли к какой-либо концепции которая была принята бы официально доказана и так далее мы сейчас идет революция а так как мы сидим сейчас на нефтяной игле науке мы не очень много внимания уделяем так что давайте учитесь ребята еще раз учитесь приходите там в магистратуру не забывайте нас еще давайте вопросы если вы говорите в ядре вот так вращение вращается каждую секунду как-то вы говорите нефть из-за этого нефть выходит вот так почему нефть в магшлаге вот там не карагандине этапы так именно в зонах субдукции у нас здесь палеокеан тетис палеокеан тетис и зона субдукции будет зона субдукции продолжается сейчас по поверхности махаруси зона субдукции что это вообще такое субдукции это ныряние океанических корых подконтинентальных зоны беньёфа заварицкого субдукции не я их выдумал а я могу еще раз сказать конечно может включить как раз ну давайте другие вопросы я сейчас включу зоны субдукции это ныряние одной поверхности махаруси по другой есть континентальная субдукция и ныряние происходит постоянно а это связано с колебанием Каспийского моря с колебанием Каспийского моря с землетрясением которое здесь происходит постоянно недавно было неделю назад видите то есть планета живая постоянно мы не слышим эти землетрясения они там мелкие и так далее но сейсмографы когда здесь атомная электростанция была когда был сейсмологический мониторинг и там мы наблюдали эти землетрясения микроземлетрясения процесс движения идет постоянно и нефть образуется постоянно она никогда не кончится нефть вот эти подсчеты запасы и так далее они стоят на старом уровне и когда вы считаете считали как например при сторожении сейсмолокюбер она там миллион посчитали потом еще миллион потом еще и кинт получился 120 зашкали то есть много противоречий в современной идеологике которые нам надо решать и чем быстрее мы решим тем лучше будет для нас честно говоря потому что если подумать о том что нефть это все таки нужна для радиаторного эффекта для смазки там трения и так далее а мы же это все выкачиваем и на лицо глобальной измене климата и вот надо задуматься человечеству о том что мы на грани гибели уже и гибнут люди и землетрясения неожиданные не можем прогнозировать их и так далее и вот здесь есть над чем задуматься конечно вы профиль у вас нефтяной и так далее но жизнь дороже и вы в прошлом конкретце сказали а у вас имеете свою монографию в прошлом конкретце? вот я хочу записать но негде все это самое собираюсь собираюсь писать у меня много фотографий со своими студентами которые здесь стоят и они стоят сидят получается что не желать нечего потому что много негде вы еще говорили о том что и соды там можно соды так энергии сколько много надо энергии маэка не хватит для этого мне и Мурзиев тоже мы так в интернете с ним спорили он говорит ну давай смело делай нефть тогда не хватит энергии мы должны найти новую энергию которая будет и нефть давать и воду давать и все но мы ей пользоваться не будем мы будем у нас своя будет электрическая и так далее которая и своя энергия за счет генерации вот за счет так сказать холодного ядерного синтеза мы будем превращать деятельность свою деятельность в жизнедеятельность мы будем опустять по новую воду как бы циркуляцию на месте делать а не брать из земли или еще откуда из земли ничего нельзя брать ни газ ни нефть ни воду ну если с вас слить кровь 3 литра что с вами кровь вот глобальное изменение климата об этом и говорит ребята что мы идем к финишу мы знаем мы знаем что температура например увеличивается на 3 градусов через каждые 100 метров и ближе к ядерам как изменяется температура уже до этого ну не больше 600 градусов потому что холодный ядерный синтез не более 600 градусов почему 600 градусов потому что свыше 600 градусов та же органика все сгорает а если органика сгорает то нефти не будет правильно же значит там идут процессы холодного ядерного синтеза и эти и эти и